Вот как вот эти азербайджанцы, которые готовы умирать за азербайджанские земли? А вот территория от иранской границы и до Теграна, это не азербайджанские земли? Во-первых, я никогда никакого народу не определяю, кого он как называет. Азербайджанцы сами знают, где живут азербайджанцы. Им для этого не нужно ни евреи из Израиля, ни евреи из Москвы. Они знают. И вот спрашиваю, если они такие принципиальные, что же делать-то? С гораздо большей азербайджанской исконной территорией, которая больше, чем Нагорный Карабах. И на которой живут исключительно азербайджанцы. Не армяне, как в Нагорном Карабахе. Вот что они об освобождении этой территории думают? Что об освобождении этой территории думают? Турецкий султан я знаю. А в Карабахе происходят другие события. Я повторял и повторяю и решил. Проблема Северного Кавказа, проблема Карабаха, проблема сорвавшегося с цепи и безнаморника турецкого султана. Все эти проблемы решаются только в одном месте. Это место называется Москва-Крив. Это единственное место, которое может решить эти проблемы. Ты вот тут упоминал, что Нагорный Карабах в свое время присоединился к Российской империи. Правильно? Это из-за чего было? Из-за того, что армяне Карабаха вдруг воспылали любовью или дружбу к русскому народу или к российскому государству? Нет. Это от того, что они вспомнили общую религиозную принадлежность похожую? Нет. Жить хотели. То есть всегда элементом спокойствия. На Кавказе была Россия. Когда она это соблюдала, было тихо. Когда перестала выполнять свою историческую обязанность на этом участке мира, он впадал в войну, в смерть, в уничтожение, в геноцид. За исключением того периода, когда у России не было такой возможности, это было 17-18, 15-й. Не могут эти районы сами существовать ни физически, ни политически, ни экономически, ни демографически, как отдельные национальные анклавы, которые называются государством, без того, чтобы кто-то там не наводил порядок. Вот не могут, но и все. В свое время король Фарук, когда он говорил о Ближнем Востоке, он сказал, что на Ближнем Востоке есть только одно государство в Египте. Все остальное это племена под национальными флагами. Можно его определение перейти на постсоветское пространство, на гномные манеры. Это не государство. Это племена, банды, рода, семьи под национальными флагами. И в этом вся проблема. И если не будет сила, которая возьмет на себя ответственность, смотреть сверху, не над родовыми, национальными, бандитскими, клановыми интересами, если будет такая сила, будет порядок, не будет, они будут преобладать, что делать. Такова история этих мест. Для того, чтобы решить Карабахский конфликт, должен быть кто-то, обладающий силой, решимостью. Смотреть на этот конфликт не из узконационального племенного или кланового гнезда. Потому что тогда нет решения. А кто их заставит перестать убивать друг друга? С чего начали все национальные конфликты на территории Советского Союза? Когда Москва перестала выполнять свою основную обязанность, обязанность государства сохранять, обеспечивать безопасность всех граждан и внутренний порядок. А он сам по себе не обеспечивается. Если кто-то думает, что государства, народы, сами по себе, они такие, с таким хорошим, здоровым, общечеловеческим началом, что они будут только заботиться один о другом, нет, не бывает этого. Нет этого в природе. Среди диких животных, да, там равновесие, кто кого съел, кто кого не съел. А среди животных, человекообразных, если нет государства, которое определяет законы, и наблюдает за их исполнением, и приводит их к исполнениям, тогда получается то, что произошло. Вот почему была гражданская война на территории Украины, когда гуляй-поле было, когда каждая банда зеленых, черных, неважно кого, гуляла как хотела. Власти не было, пришла власть, все кончилось. Все кончилось. Нет. Вот что происходит в Киргизии. Племенное, клановое государство, на которое наложились несколько банк, которые живут на наркотрафике, и трясет Киргизию все эти годы. Там может быть порядок? Не может быть порядок. Невозможно. И способно это кланово-племенное образование на уровне развития Средней Азии 17 века содержать, удержать государство в 21 веке? Нет. Никогда. Не получится. То же самое на Кавказе. Кавказ – это много народов, много племен. Что в Азербайджане? Тишь да гладь. Возьмите Азербайджан в Нахичеване, в Баку, из гор, которые пришли в Баку. Этнические один народ. Это совершенно разные группы. Возьмите типичного бакинца, интеллигентного, толерантного, которые были 40-50 лет назад. Возьмите сегодняшнее с гор. Или та власть, которая пришла с Нахичеване и устроила в Азербайджане то, что она устроила в свое время 20 лет назад. Толиева. Возьмите Грузию. Возьмите все эти. Они не способны. Если кто-то сверху, их не будет держать. Вопрос, кто будет держать? Турки? Москва? Вашингтон? Это уже Россия решает. Кто она хочет, чтобы в ее подворье наводил порядок? И потом я слышал то, что ты говорил там по поводу этой шпаны, которую мы взяли в ранг представителей национальной молодой интеллигенции будущего. У меня мысль одна привезла. Никто никогда извне добра и своими действиями в другой стране не желает. Тот, кто пытается играть на пространстве другой страны, ему плевать на эту страну, ему плевать на народ этой страны, на народ этой страны. Он действует в своих интересах. Он никогда не действует в интересах этой страны. Не важно, о ком мы говорим. Мы говорим о Германии, или мы говорим о Франции, или мы говорим о Чехии, или мы говорим о России. Никто извне, действующий на территории этой страны, проводящий там те или иные операции или идеи, никогда не действует в интересах этой страны. Она его не интересует. Он хочет использовать эту странную ситуацию в своих целях. Поэтому тот, кто подыгрывает иностранному влиянию, неважно какому, неважно в какой стране, он предает свою страну. Он работает на интересы другой страны.